Всем привет и добро пожаловать на обзор энергетических вибраций январского новолуния, самого первого новолуния в этом году. И прямо перед тем, как мы начнем, хорошая новость. Моя книга «Метафизическая анатомия», что рассказывает о 679 медицинских заболеваниях и психосоматических причинах, стоящих за ними, теперь доступна для вас также и на мобильных устройствах. Теперь у нас есть приложение для мобильного телефона на сайте metafysicalapp.com. И какой отличный способ положить начало этой потрясающей активации новолуния. Так как, конечно же, вы знаете, это новое, это новые главы, новое начинание, это дает вам возможность увидеть, что с вами происходит, что энергетические вибрации этого новолуния несут вам и каким образом мы можем двигаться дальше, где нам не нужно находиться или, по меньшей мере, чего нам следует избегать, чтобы не зайти в тупик. Итак, кроме того, вам известно, как новолуние и полнолуние могут повлиять на наши тела и как они влияют на акватории, такие как, например, океан и его приливы и отливы. Так что помните о том, что мы на 60-70% состоим из воды, так что да, безусловно, это также сильно воздействует, сильно влияет и на нас в том числе. Итак, у нынешнего новолуния есть достаточно много точек соприкосновения с этим, и я намерена рассмотреть их все здесь с вами, так как они действительно очень-очень благоприятны. И я очень рада этому. Для меня лично главный вопрос, тема этого новолуния – возможность сориентироваться во всех этих приходящих настроениях месяца, так как вы подвергнетесь воздействию множества вибраций за один день, и это усилит определенные аспекты внутри вас. И девиз для меня в этой новолунии – оставаться связанными со своим предназначением, со своим голосом. Кроме того, в нашей сегодняшней медитации мы собираемся выявить то, что именно вы, возможно, подсознательно отпустили, проигнорировали или же пренебрегли этим. То, что если бы вы позволили сейчас сконцентрироваться на этом, вернуть свой фокус обратно на это, может значительно улучшить качество вашей жизни. И не только для этого новолуния, но и до конца года. Итак, эта новолуния наступила. Это прекрасная новолуния, ведь вы почувствуете, что оно все больше увеличивает вашу личную силу, а также вашу способность не то чтобы манипулировать, а скорее стимулировать, влиять на результаты и в вашей жизни в том числе. Вы больше не будете чувствовать себя такими бессильными, но также нужно упомянуть, что это обретенное чувство осознания своих возможностей, что вы можете чувствовать, также потребует скромности. Это также потребует чувства достоинства, так что помните об этом, если вы ощущаете сильное воздействие этой вибрации. Так как некоторые из вас могут чувствовать ее очень спокойно, некоторые из вас могут чувствовать ее очень остро. Итак, помимо того, что было сказано выше, вы обнаружите, что ваша повышенная чувствительность и степень напряженности, когда вы что-то совершаете, могут спровоцировать вас своего рода борьбу за власть. Не позволяйте этому вызывать ситуации, когда вы можете ощутить подобное. Но этот человек тупится, посмотрите, что они делают. Это должно быть так-то, то должно быть так-то, я мог бы сделать это лучше. Будь скромнее, хорошо? Будьте скромными, так как для меня девиз этого месяца – оставаться верными себе. И будьте скромны, внутри вас есть прекрасная скромность вместе с достоинством. В большинстве случаев вы оторваны от нее только из-за ваших внутренних механизмов преодоления, но в это новолуние эти механизмы преодоления будут сломаны. Эта новолуния пробудет их, тем самым показывая вам, что нуждается в том, чтобы быть разрушена. Таким образом, вы также понаблюдаете аспекты трансформации на духовном уровне. Это почти похоже на эволюцию души, которая начинает развертываться, начинает происходить. И это не что-то, о чем вы просто могли читать, слышать, о чем вы могли рассказывать. Вы почувствуете это. Вы почувствуете, как ваша душа растет и ширится. Вы почувствуете, как это осознание присутствует в вас. Вы почувствуете большее присутствие этого осознанного понимания внутри вашего физического тела. Это по-настоящему прекрасная новолуния. И мне нравится то чувство осознания, которое это новолуние приносит нам. Это очень глубокое чувство осознания. И благодаря этому осознанию вы также можете почувствовать то, что ваши желания, возможно, становятся все сильнее и сильнее. Намного сильнее, чем были раньше. И еще, чем сильнее становятся ваши желания, тем труднее вам становится их выразить, так? Особенно для того, чтобы преуспеть в желаемом, так как чем сильнее становятся эти желания, тем больше чувство возбуждения это вызывает. Но вместе с тем это создает и заряжает энергией такие мысли, как «Черт, могу ли я на самом деле это сделать? Могу ли я сделать это правильно?» Так что это заставит вас сомневаться в себе, и вы можете обнаружить, что вас переполняет это прекрасное чувство возбуждения. Это сила, это страсть, но эти силы и страсть, возможно, могут сопровождаться некоторым страхом. Итак, если вы ощущаете этот страх, то только потому, что ваши желания становятся сильнее. Другими словами, насколько велик ваш страх, настолько сильно возросли и ваши желания. И, по-моему, это замечательно, ведь если у нас отсутствует желание, у нас не будет и мотивации осуществлять что-либо. Что ж, вы, несомненно, в нужном месте, если вы чувствуете это, теперь ваш разум выше материи. Кроме того, я упомянула выше, что чем больше приходит этого страха, то, возможно, этот страх принимает форму сопротивления. Что ж, я просто хочу подчеркнуть это, если окажется, что у меня нет никакого страха, о чем-то вообще вет. Отлично, это может быть сопротивление. Вы можете ощутить раздражение, вы можете почувствовать гнев, вам может также казаться, что вы с чем-то боретесь. Такое также может иметь место, и если вы чувствуете сопротивление, значит, вы под прицелом у этого чувства, но на самом деле в хорошем смысле. Так что также имейте в виду, когда вы ощущаете, что вас посещает то сильное чувство стремления к поиску, мне хочется сделать это, мне хочется заняться тем, я хочу создать то-то, то вы можете почувствовать, что ваше чувство застенчивости также может проявиться. Ведь вы чувствуете, что вас толкают из одной стороны, где находится ваша зона комфорта, в противоположную, где вы говорите, да, давай сделаем это, я в готовности. Таким образом, ваша застенчивость может проявиться некоторым образом, и вы можете почувствовать, возможно, некоторое чувство обиды. Так как да, вы можете делать то, что вы хотите, но всегда приятно иметь за спиной немного сторонников, поддержки, людей, которые верят в нас. Поэтому, если вы чувствуете, что люди, возможно, игнорируют ваши усилия по созиданию чего-либо, желанию что-либо создать, и вы думаете, зачем это все? Мне бы хотелось просто немного поддержки, я лишь хочу просто получить какое-то признание, даже если кто-то просто скажет, эй, дай пять, это шикарная идея! Не теряйте себя в каких бы то ни было чувствах негодования, возможно, ощущения подавленности и мыслях, как это совсем не то, чего мне хотелось. Или это не та поддержка, которая мне представлялась, когда я это делал? Отпустите это! Отпустите попытки искать одобрения извне, потому что это лишь заставит вас усомниться в себе еще больше. Позвольте себе теперь довериться своим ценностям, довериться тому чувству, что направляет вас, доверьтесь этой невероятной энергии, что посетит вас, потому что все это действительно подталкивает вас в по-настоящему прекрасное и замечательное место. Итак, после всего сказанного, давайте начнем нашу исцеляющую медитацию, где я предлагаю вам вновь подключиться к той части себя, которая может помочь вам более изящно пройти через это новолуние. Той части вас, которая была брошена, которые, возможно, пренебрегли. Та часть, что была проигнорирована и запугана или просто выброшена из-за вашего желания соответствовать чему-то. Итак, я приглашаю вас сделать глубокий вдох вместе со мной. И я предлагаю вам просто осознать самих себя, осознать свое физическое тело, ощутить собственную кожу и одежду на своем теле. Если на вас одежда или то, что вам нравится надевать во время медитации, ощущение поверхности под своими ступнями и телом, если вы сидите или стоите или лежите. Я приглашаю вас услышать, ощутить, увидеть или почувствовать прекрасный водопад. И вы наблюдаете этот прекрасный водопад в любой обстановке, в которой вы чувствуете себя комфортно. И этот водопад представляет ваше сознание, он демонстрирует ваше понимание вещей, вашу сосредоточенность и то, на чем бы вы хотели сосредоточить свою прекрасную, свою могучую и сильную целительную способность. И эта сосредоточенность прямо сейчас направлена на вас самих, на ваше тело, на ваш разум и дух. Позвольте себе постоять под этим прекрасным водопадом. Придайте ему прекрасное яркое свечение. Дайте ему просто протекать сквозь каждую клеточку вашего тела. Позвольте ему стечь с головы вниз по шее. И если в вашей шее чувствуется напряжение, то позвольте этому водопаду смыть ее, вымыть наружу все это напряжение и стресс. Высвободите все накопившееся напряжение и стресс в ваших плечах, руках, спине, груди и ниже, из живота, поясницы, бедер, выкрах, лодыжках, ступнях. Пусть все течет вниз, 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 прямо в землю. Позвольте этому водопаду также высвободить чужой стресс, что оказался в вашем эмоциональном теле, в вашем поле. Осознайте разницу между вашей личностью и чужим стрессом. Позвольте водопаду просто смыть этот стресс полностью. Это больше не ваша ноша. А сейчас я хочу, чтобы вы услышали, увидели, ощутили или почувствовали ту недостающую часть внутри себя, что переключает вашу сосредоточенность обратно на ваше тело, позволяя ему по-прежнему оставаться под этим прекрасным водопадом. Постарайтесь ощутить, услышать или почувствовать, где в вашем теле вы испытываете чувство, что вам словно бы чего-то недостает. Что-то, что ощущается как подавленное, игнорируемое, то, чему не уделяли должного внимания. И это, возможно, может проявиться как ощущение пустоты, серости, словно бы дыра, или не нашедшая выхода энергия, или ощущение бесплодности. Я дам вам несколько секунд, чтобы войти в это состояние и найти в себе это место. И если вы испытываете трудность тем, чтобы найти это, будьте игривы и непринужденны. Используйте расслабленный, игривый подход. Расслабьте свое тело. Расслабьте плечи. И вы даже можете попросить свое тело, покажи мне, позволь мне почувствовать или ощутить, где та пустота. И эта недостающая часть или частичка подавленной стороны личности меня находится во мне. И это может оказаться где угодно в вашем теле. И теперь, когда вы отыскали это место, я призываю вас позволить воде из этого водопада продолжать стекать по вам. Позвольте этому водопаду быть по-настоящему сосредоточенным и направленным на вас. Сбегая, истекая через ту область, где вы ощущаете пустоту, чувство бесплодия или чувство, что в вас что-то засело. И когда вы это сделаете, я предлагаю вам дать говорить этому месту в вашем теле. Позвольте ему говорить. Что здесь скрывалось? Чего здесь недоставало? Что здесь отсутствовало? Что нужно вновь вернуть? Наделите это голосом, спонтанно, и пусть оно говорит. И запомните ответ на этот вопрос, так как это то, на чем ваше тело предлагает вам в настоящий момент сосредоточиться больше всего в ближайшие недели. Позволяя вам включить это обратно в свою жизнь позитивным и здоровым образом, что будет в согласии с вами. Сейчас мы позволим этому исцелению продолжиться. И я призываю вас сейчас позволить этому прекрасному водопаду продолжать течь через каждую клеточку вашего тела, но при этом сосредоточиться на той области, которая кажется пустой и бесплодной. Течь через эту часть вашего тела, разрешая и растворяя хранящийся там старый стресс. Высвобождая его, позволяя всему этому старому застывшему стрессу просто вытечь из вашего тела, просто направив его вниз, вниз-вниз-вниз-вниз, в землю. Это становится все слабее и слабее, все легче и легче, все слабее и слабее, все легче и легче, уходит, уходит, ушло. А кроме того, скажите себе, что эта старая травмированная часть вас вам просто больше не служит. Ты больше не служишь мне, ты больше не часть моей личности. Верните себе свое врожденное право быть связанными и чувствовать эту связь с этим прекрасным ресурсом, который у вас уже был. А теперь сделаем хороший глубокий вдох вместе. Ещё раз. И ещё один последний глубокий вдох. Да будет так. Я приглашаю вас просто присутствовать в вашем физическом теле. Просто будьте с ним всего на несколько секунд, не забывая разумом воодушевлять каждый аспект вашего физического тела, понимая на ментальном уровне, что у вас отлично получается. Поэтому иногда физическое тело может дать вам почувствовать, что вы двигаетесь не так быстро, как вам требуется. Позвольте в таком случае этому также служить вам напоминанием, как важно оставаться связанными с телом, прислушиваться к телу, что ему требуется эмоционально, физически и духовно, чтобы оно могло поддержать вас в становлении именно тем человеком, которым вы должны быть. И когда вы будете готовы, я приглашаю вас начать ощущать поверхность под своим телом. Почувствуйте пальцы рук и ног. Немного пошевелите ими, или даже хорошенько потянитесь. Следуйте за моим голосом обратно в комнату. И когда вы будете готовы, можете открывать глаза. И добро пожаловать обратно! Спасибо, что присоединились ко мне. И до следующего раза. Будьте светом, ведь вы и есть свет! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, что вы можете приобрести экземпляр моей книги под названием «Метафизическая анатомия» на Амазон, в которой я рассказываю о 679 медицинских заболеваниях, а также о причинах их возникновения с точки зрения психосоматики. Кроме того, я решила вас побаловать, добавив специальные пометки для того, чтобы вам было проще начать поиск ответов на интересующие вас вопросы и улучшать свою жизнь. Не забудьте подписаться на мой инстаграм-аккаунт и страницу «Метафизической анатомии» в Фейсбуке. Увидимся в следующем видео!